МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем комментировать и разоблачать книгу Карабах. История в контексте конфликта. Изданная, как я уже говорил, в предыдущих выпусках азербайджанскими горе-академиками, живыми и мертвыми в прямом смысле. Книга, как я упоминал ранее, вышла в Санкт-Петербурге в 2014 году на русском языке. Слушатели уже ознакомились с нашими предыдущими выпусками, комментариями первой главы этой книги, автором которой являлся ушедший в этом году в мир иной Сулейман Аль-Ярлы. Ну, ушел так ушел. Как говорится, в Азербайджане и в Турции в таких случаях Аллах рахмят лясен. Но нам-то живым с этим его творением как-то дальше жить. Поэтому пришлось раскритиковать творение покойного, то, что он оставил после себя с помощью независимых источников. Что из этого получилось, можно будет посмотреть в предыдущих наших выпусках. Автор второй главы, о творении которого мы поговорим сегодня и в следующем выпуске, Играр Алиев тоже почил. Но не в этом году, а в 2004, то есть 10 лет назад. Ему тоже Аллах рахмят лясен. И пока он пребывает на небесах, в окружении прекрасных гурий, мы с вами попытаемся исправить его ошибки жизни. Научные. Играр Алиев был доктором исторических наук, профессором, директором Института Национальной Академии Наук Азербайджана. Как говорят о нем в Азербайджане, Играр Алиев был крупным специалистом по истории Древнего Востока. Древнего Востока, археологии и истории Азербайджана. Владел даже такими мертвыми языками, как Акадский, Шумерский и другие языки. Под другими наверняка следует понимать Эламский. С такими познаниями древних языков Играру Алиеву не на армян бы клеветать, а создать было нужно словарь шумерского языка, над которым многие ученые бьются и никак не добьются. Теперь уж, видимо, словарь и вовсе не светит, так как знаток мертвого шумерского сам ушел к тому самому языку. Вверенный Алиеву второй главе «Карабах» автор поделился с читателями своими познаниями о древнем, в кавычках, Азербайджане или древних азербайджанцах, как кому угодно. Свой опус автор начал с Азыкской пещеры, расположенной на Горно-Карабахской республике. Доказывая значимость открытия этой пещеры, автор считает, что она является приматом азербайджанского народа, как в этническом, так и в культурном смысле. Алиев пишет. «Уникальное обиталище наших отдаленнейших предков Азыкская пещера». Не знаю, лукавил автор или душу вкладывал в эти слова, но не мог знаток мертвых языков и крупный специалист не знать важную истину, которую любому школьнику известно. Не всегда заложенная в землю является принадлежностью того, кто по ней часто ходит. К примеру, никакому арабу Египта в голову не придет, что Аминхотеп или Тутанхамон арабы, а Рапануи воздвигли древние испанцы, потому что это на острове Пасхи, а остров Пасхи принадлежит Чили. А в Чили говорят на испанском, потому что был захвачен испанцами. Несмотря на то, что Азыкская пещера расположена на территории исторической Армении, а карты мы в прошлом выпуске уже выкладывали, ни одному армянину, в том числе и мне, не придет в голову, что в этой пещере жили древние армяне. Потому как в самых нижних слоях этой пещеры найдены орудия, которым до полутора миллионов лет. А наука еще не блещет совершенностью, чтобы определить национальность людей, изготовивших это орудие. Понятно, что азербайджанская наука ушла дальше всей остальной науки. Она может выставить Азыкантропа под стекло и рассказывать туристам, мол, знакомьтесь, этот волосатый пятикантроп, древний азербайджанец, его звали Мамед, он любил мамонтятину. Она ему отвечала взаимностью. Бред, да и только. Но что заставляет в Азербайджане думать, что найдены останки Азыкантропа предки азербайджанцев? Всего лишь название пещеры Азыкская. А раз там Аз, и сами они на Аз, соответственно, Аз плюс Аз, Азыкантроп, есть начало азербайджанской нации. Надо бы помнить, что пещера так названа не самими Азыкантропами. Удивляюсь, что владея Акадским и Шумерским, Играр Алиев так и не овладел Азыкантропским языком. Дело в том, что пещера находится рядом с армянским селом Воран-Азох, что в переводе с армянского означает «незрелый виноград». Пещера названа именем этого села Азохской. Однако в 1967 году по предложению азербайджанского писателя Мирзы Ибрагимбекова она была названа Азыкской. На республиканском съезде атеистов-пропагандистов в Баку Ибрагимов сообщил присутствовавшим о том, что азербайджанские археологи обнаружили в Азохской пещере следы предков азербайджанцев и предложил переименовать пещеру Азох в Азык и принять ее как первооснову слова «Азер». Далее автор пишет «Благодаря Азыкской пещере мы можем начинать нашу историю с эпохи самой седой древности более чем миллион лет назад. Да хоть два миллиона, но смотря где. Азыкская пещера расположена в Закавказье, в Карабахском регионе. А первые тюрки, разбившие свои шатры в регионе, появились только в Средние века». Вот цитата авторитетного шеститомника «История Востока», где в пятой главе второго тома книги «Восток в Средние века», изданного в Москве в 2002 году издательством «Восточная литература», говорится «Нашествие сельджуков сопровождалось страшными опустошениями и разрушениями многих закавказских городов. Оно имело огромные последствия для исторических судеб Закавказья. Впервые сюда пришла большая волна тюркского населения. Отдельные группы тюрок проникали в регионы прежде, преимущественно с севера – хазары, булгары. Но они не изменили этнический состав населения закавказских стран. Иное дело сельджуки. Их племена прежде всего обосновались на превосходных пастбищах Южного Азербайджана, собственно Азербайджана, и Мугани, а затем Арана. Предгорная часть Арана особенно интенсивно заселилась тюркскими кочевниками на протяжении XII-XV веков. И постепенно древнее название Аран заменилось на Карабах – тюркско-иранское слово «черный сад». В то же время горные районы усиленно сопротивлялись тюркизации и стали прибежищем христианского населения к тому времени арменизированного. Думаю, ответ исчерпывающий. Далее Алиев продолжает. «Теперь мы знаем, что люди той поры жили в основном оседло, использовали пещеры в качестве постоянных жилищ». Господин Играр Алиев, путая себя и путая других, вернее, вводит своего читателя в заблуждение. Исходя из его цитаты, азехантропы жили оседло. Но ведь предки азербайджанцев, коими являются тюрки, все до единого жили кочевьем. Именно такой образ жизни и привел предков азербайджанцев сначала из Алтая в Среднюю Азию, а оттуда в Персию, за Кавказью и далее на Малую Азию. Если оседлый азехантроп – это азербайджанец, предок азербайджанца, то кто такие сельджуки, прибывшие из Средней Азии в регион, которыми так гордятся азербайджанцы и тоже называют своими предками? Я бы рекомендовал Азер Академ Науки все же остановиться на ком-то и выстроить цепочку историй от одного какого-то определенного предка. Нехорошо как-то, нужно и меру знать. Далее автор описывает жилище азехантропа. Основным строительным материалом был различных размеров сырцовый кирпич с примесью соломы. Основным и ведущим типом жилищ и хозяйственных построек явились круглые или овальные в плане сооружения. Жилища имеют очаги открытого типа, расположенные у стен. Это второе доказательство, что азехантроп понятия не имел, что такое тюрок и что, как все нормальные тюрки, ему надо бы жить в ту пору не в хозяйственных постройках со стенами и очагами, а в юрте из войлока доверху нашитые кожей, войлоком и так далее. Говоря об этом, Играр Алиев, можно сказать, косвенно оскорбил всех тюрок на земле, имея в виду, что азербайджанцы самые цивилизованные тюрки, осевшие в регионе миллион лет назад и уже тогда имевшие каменные стены и потолки, тогда как все остальные тюрки, стали постепенно оседать лишь в средние века. Тем не менее, примечательно, что тюрки в Карабахе осели миллион лет назад, а в том же Иране, всего-то в тысячах километрах от Карабаха, по сей день осесть не могут. Кашкайцы, например, которые до сих пор кочуют и ютятся в юртах, и которых азербайджанцы считают этническими азербайджанцами. Чего же не подать пример? Свои люди как-никак. Процитируем следующую запись в главе Играра Алиева. Ведущую роль в экономике того периода играло земледелие. В поселениях обнаружены обуглившиеся зерна, пшеницы, ячменя. В поселениях обнаружено много костей домашних животных, быка, коровы, овцы, козы, свиньи, лошади. А домашние животные, земледелие, не кажется ли вам, что шибко все это напоминает деятельность протоиндоевропейцев? А в регионе только два представителя индоевропейской семьи. Это ираноязычные группы народов и армяне. Так может азехантропы, прото-предки индоевропейских народов? Оставим этот вопрос открытым для специалистов-исследователей. Тем более Играр Алиев сам пребывал в сомнении. Вот что он пишет. Об этнической принадлежности носителей этой культуры в науке высказывались различные предположения. Часть ученых считала их носителями кавказских языков. Других высказывали предположения об индоевропейском происхождении курароксинцев. Имеются в виду азехантропы. Со своей же стороны добавлю. Но никто из ученых не назвал азехантропов представителями тюркского происхождения. А ведь в этом и была-то вся соль. Субтитры создавал DimaTorzok